Жизнь Субтитры создавал DimaTorzok Мой доброты, разбуди и согрей мое сердце Грешный мой путь, тебе далек, мой путь не прост Здравствуй, сосед! Что-то давно тебя не было видно! Ну, здравствуй! Работы было много! Понятно! А ты знаешь, сосед, я все-таки решил, что буду действовать по своему уму и никого не слушать Это ты о чем? А займу комнату Сашки и ты мне ничего не сделаешь Откуда такая уверенность? Если ты попытаешься мне помешать, сдам тебя в милицию Мне-то ничего не стоит набрать телефонный номер Сказать, что вот это вот мой сосед Да ты про хвост Нет, что-то я не про хвост Просто, понимаешь, ситуация тяжелая Приходится как-то крутиться Сашка я забрал из детского дома Она неделю отлежится в больнице и я ее приведу домой Риолу тоже скоро заберу Так что смотри Не будьте лихо пока, но тихо Пока, Илья! И еще один разведчик Зачем за мной следишь? Руки! 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 Сам возьми Игнат Белов Разыскивается за ограбление поезда Похоз Значит, решил сдаться? Нет, решил поговорить А что мне мешает сейчас Отвести тебя в угро и посадить в камеру? Может быть, вот эта штука Ну что, будем стволами ныриться или поговорим? Хорошо, говори Я капитан Советской армии Я служил вместе с Тимошенко Я чист перед законом и я не грабил поезд Когда сидел на пересылке, то меня нашел Тимошенко и предложил работать на него И каковы успехи? Во-первых, я вернул золото украдено военных дипломатов Ты хочешь сказать, это твоя работа? Моя Еще я вернул медикаменты Красного Креста Может, позвони в больнице, их уже кулят детям Позвоню, узнаю Ну Ну От меня-то ты что хочешь? У меня с Тимошенко был договор Я нахожу Горелова, а он Возвращает мне честное имя и спасает мою девушку, которую посадил МГБ Ну Хорошо Но Как ты намерен найти Горелова Значит, ты мне веришь? Федор Пантелеич О тебе мне рассказывал Он верил тебе Значит, я верю У меня есть план Ну Но для начала Было бы неплохо снять забор вот эту Это сложно Просылать на тебя Ориентировку Инициативу МГБ И его местного начальника Пеникера Который, кстати Имеет зуб на тебя А почему? Это долгая история Время есть Рассказывает Проходит О! Ну, с боевым крещением подруга Выдержала карту. Ты посмотри, чё наш человек. Идём. Чифир, подкрепись. Давай, давай, чифир, чифир. Да, ешь, тебе не пить предлагаю. Подлечиться. Держись. Молодец. Держись. Всё будет хорошо. Держись, подруга. Держись. Пора нарадуешься, тварюга. Дождёмся ночки. Держись. Сомневаюсь я, что это выгорит. Ведь ты в селе под ног кидаешь. У меня есть выбор. Хорошо. Делай, как знаешь. Держись, только вот я тебе сейчас телефон свой запишу. На связи. Обязательно позвони. Не надо, я запомнил. Удачи тебе. На связи. Удачи тебе. Дальше я поешься, а то остынет. А то целыми днями на сухометке. А то целыми днями на сухометке. Так можно окончательно желудок испортить. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Долго еще? 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 Продолжение следует... Тихо. Даже не думай. Тихо. Ничего. Я тебе по-хорошему говорю, даже не думай в ее сторону дышать. Да я по-нушке на дальняк пошла. Да ты че? А че ты пику свою прихватила, черти отпугивать? Я тебя предупредила. Еще раз дернешься, я тебе глаза вырежу, поняла? Давай, валя отсюда до ветру. Поверить не могу, что ты жив. Да я, братишка, сам до сих пор не верю. А мне сказали, что тебя подбили в танке под Смоленском. Было дело. Только это еще не вся история. Расскажешь? Скажу. В плен попал, к немцам. Загнали в какую-то деревню, посадили в подвал. А я, брат, к утру сбежал. Дополз до наших, так, мол, так. Вот он я, а меня к стенке. Комиссар Каброва вывел и говорит, на эту мразь даже патроны тратить не хочется. На него одной пули хватит. Вот так комиссар мне жизнь спас. Под утро я из могилы выбрался. Сколько полз, не помню. Полз, полз. В общем, баба меня одна нашла. Она и выходила. Очнулся. Пришел в себя. И тут, брат, меня знаешь, как осенило. Хорош, Семен. Тут твоя война закончилась. Струсил. Да называй, как хочешь. Только на мне ни одного места здорового нет. А взамен что? Так что, осел вот в этом городишке. Ребят набрал. Сам себе голова. И нет Игната-то мной ни командиров, ни комиссаров. Родителей давно видел. Игната-то мной ни командировал. Я… Я думал, ты знаешь. Не знаешь. Живой мне в землю закопали. Горелого чего искал? Да пострадал я по его милости. Вот, думал, мне лужок вернет. Ага. А что случилось? Ну, это же твои пояс грабанули зубы. Мои. Ну вот, а сидеть не пришлось. Ну-ка с этого места поподробнее. Э, притормози-ка! Куда разогнался-то? Фамилия. Не понял. Ваша фамилия, старшина? Ты че, обурел, что ли? Петрович. Я спрашиваю, фамилия, а не отчество. Фамилия Петрович. Товарищ майор, да? Пять суток ареста. Где он, командир? Лейтенант Безуглов. Безуглов. Спит после смены. Поднять, быстро. Есть, есть. Ты какого рожнатика? У меня же час еще. Что там такое? Что у вас здесь за разгильдяйство, лейтенант? Бардак, а не служба. Заправьтесь, что за вид? Виноват, товарищ майор. Где майор Пеньер? Так это, он в больнице. Тогда собрать мне немедленно всех здоровых начальников подразделения. В смысле, здоровых? Небольных. Бегом, быстро! Разрешивайся! Воина! Есть! Сразу предупреждаю, информация засекречена, так что никаких записей. По агентурным данным стало известно, что в вашем городе появился немецкий шпион по кличке Хром. Этот враг очень опасен. Работал в разведшколе Абвера. Отличается жестокостью и высокой диверсионной подготовкой. Решите вопрос. Говорите. Описание его есть? Как он выглядит, не знает никто. Приблизительный возраст пятьдесят лет. Это все. Ну, раз шпион, значит, прибыл с каким-то заданием, ничего неизвестно про это. Это вам и предстоит выяснить, товарищ. Капитан. Капитан. Так вот, меня за тот поезд по полной впаяли. Двадцать лет строго, он мало не покажется. Где сидел? Под Тамбовом. И вот там один цирик-садист, вообще из меня фарш хотел не крутить. Спрашивал, где рожье, которое вы с приятелями на поезде взяли. Где рожье? Ну, ничего. Я ему потом отомстил. Как звали? Ржавый. Золото любил. Да жуть. А дальше что было? Дальше. Дальше я решил найти Сыча, чтобы отомстить ему за все по полной. А вот кто-то опередил меня. Нашел его раньше. Потом решил Хорняку на базу устроиться. Я помню, помню. Он приходил с ним в чайную. Так это ты, брат, хотел мне в грузовик с медикаментами вернуть? Хотел. Да, если бы менты тогда не вмешались, раньше бы с тобой свиделись, братка. А так, клопа уложили. Я в лес бежал. Потом, когда у Хорняка все развалилось, вот там, решил вас найти. А зачем мне тебе? Надоело по мелочам работать. Решил по-трубному. И все? Но в городе другие банды есть. Нет, не все. Помощь мне ваша нужна. Подругу мою в тюрьму посадили. Гнида какая-то донос написала. Вот я и думал, что поможете мне ее вытащить. Враг-то у нас один. А главное, их против меня зуб имеет. Он листавками с моим портретом. Я их город обклеил. Выходит, что у меня одна дорога только к вам. Точно. Тут мне его рожа сразу знакома показалась. Любимую спасти хочешь? Это хорошо. Благородно. Как звать ты ее? Виола. Красивое имя. Так-то оно так. Только вот, в тюрьму ты штурмом не возьмешь. Слушай, это вам не в уголовку разносить. Тут надо подумать. Ладно. Утро вечера, может быть. Давайте спать. Виола Иванович, с тобой. Да, Вольт. Не переживай, брат. Поможем мы тебе. Виолу вытащит твою. Спасибо. Рилый. Во. Что это с тобой, Пороша? В хате кто это? Братан мой, с нами он теперь будет. И хуже то. А про медикаменты я тебе ничего не говорю. Это же он у нас грузовик забрал. Мы его со Шкетом поймали. Он божился, что тебе покажет, где все медикаменты. Повезли сюда. Так он нас вырубил по дороге. Шкета нет теперь больше. Ладно. С этим позже разберемся. Поехали. Прокатимся. Поехали. Продолжение следует. Ну, а чего мы здесь делали? Сейчас узнаешь. Ты чего выгорела? Прости, Пороша. Так надо. Ага. Где ты был? Ну, как ты себя чувствуешь? Лучше. Ты не ответил, где ты был. Надо было. Спи. Слишком гладко все в его истории. Не спешила бы я ему доверять. Он мой пара. И точка. Ага. Где моя одежда? Так, 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 так. Куда? Куда? Вам рано вставать. Вам надо еще немножко отлежаться. У вас серьезное отравление. Вас бы привезли на час позже. Мы бы вас вообще не откачали. Ерунда. Со мной все в порядке. Где моя одежда? В прачечной. Где? Телефон. Мне надо позвонить, вызвать машину. В ординаторской. Послушайте, я вам составлю диету, вам надо будет ее придерживать. Держит. И черт с тобой. Ну, какие новости? По Белову? По Белову пока ничего. Есть другая информация. Ночью. Из главного управления приехал майор Зохов. Отдал приказ шпиона немецкого ловить. Шпиона? Что там поздно? Обомнился. Война закончилась. Какие шпионы? Это диверсанты заберут. В личках ром. Диверсанты? Да. Хорошо. За диверсанты героя могут дать. И? Полковнища, погоны. Поехали, поехали. Как точно. По дороге все расскажется. Я смотрю, построение не боевое. Так а чему роди-то, Заурыч? Ушаркала нас, товарищи в Витебовне. И что теперь? Сидеть и слезы лить? Нет времени. Приказ пришел. Работать надо. Нужны мы с тобой, Микола. Без нас, но никак. Что за наказ, Заурыч? Золото реквизировать у населения. Списки уже готовы. В списках заведующие базами, работники ломбардов, директора магазинов. Ну, понятно, какой контингент. Это дело стратегической важности. Страна нуждается в продовольственных товарах. Чем больше возьмем золото, тем больше закупим. Да где же его возьмешь, это золото-то? Мабуть, приховали все. Или на хлеб войну выменили. Проявляйте смекалку. Ищите тайники, нычки. Люди всегда прячут на черный день. Тем более такие, как эти. Какие сроки, командир? Москва дала пять дней. Закончите раньше? Хорошо. Пишу. Брат, ты куда собрался? Да мне в город надо. Зачем? Слушай, я не думал, что здесь, как в армии, я должен рапорты написать. Здесь, конечно, не армия, но своя дисциплина имеется. Да и ты не фраер Галима. Сам говорил, твое оружие весь город заклеен. Да ты не переживай, я им просто так в руки не дамся. Игнат. Да. Ты не сказал, куда идешь? Это упертый брат. Я иду за своим мотоциклом, он мне по случаю достался. Не переживай, скоро буду. До вечера. Губа, просто иди-ка за ним. Только тихо. Обижаете, Ольга Владимировна. Тихо. 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 Еее. Клуба, zastах. Тихо. 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 Игнат. Горелый там. Ну? Говори, где они. Мы их всех накроем. Послушайте, Завурыч, я внутри. Я ситуацию лучше знаю. Ну, что толку, если вы возьмете там пятерых человек? У Горелого несколько десятков стволов. Здесь план нужен. Что это за план? Ну, как собрать их в одном месте? Вот здесь надо подумать. Нету времени на раздумья. Горелый, во, поперек горла стоит. А еще эта операция силой и времени занимает. Что за операция? Приказ пришел. Экспроприировать золото у населения. Вот, бегаем по квартирам и собираем. Как будто заняться больше нечем. Золото, говорите? А что, если я скажу Горелому, что мусора, ну, то есть менты, собирают золото у населения? Операция секретная, найти машину будет очень сложно и опасно. Можно нарваться на поле. Ну, можно будет взять все золото сразу. И? Я скажу, что золото, которое собирают с бобров, свозят в одно место. Тайное хранилище. И охрана там, будь здоров. Когда Горелый всех своих поднимет для того, чтобы это золото подломить. Вот там вы его и возьмете. План хорош. А Горелый тебе поверит? Должен будет заставить его поверить. Зачем за мной стыдишь? Понравился ты мне. Кто тебя послал? Говори. Лучше скажи, зачем ты я с мусорами встречался? Жизнь, что ты посиделал с ладичкой самого этих. Ага. А может быть, ты хочешь нас с мусорами сдать, а? Что молчишь? В точку попал? Ай-яй-яй-яй. Валу-валу-валу. Ой, ну-ка! И вот, когда менты все конфискуют, предлагаю рвать не по частям, а взять все золото сразу. Зачем сразу-то? Может, самим на легавых походится? Я бы порадовался. Откуда мы узнаем, где мусора золото прячут? У меня есть знакомый в Макомовских гаражах, можно у него узнать, где хранили. Да ерунда, надо сразу идти, пока все золото в Москву не уперли. У меня тоже свой человек есть, бухгалтер. У него наверняка золотишко завалялось. Можем мы у дома засаду устроить. Дождемся, пока легаши его распотрошат, а потом их сами в обороты пустим. Дело говорит. Ну, когда идем? Можно завтра? Я за. Я тоже за. Горелый. Горелый. Здравствуйте, Ольга Владимировна. Здравствуй. Губа не возвращался? Я не видел. Я отправила Губу посмотреть за твоим братцем, когда он утром в город ходил. Так вот, Губа до сих пор не вернулся. Вернется, ты Губа. Сидит день в Катране, водку пьет и бабу тискает. И Пороша с ним рядом? Его тоже давно нет. Тебя это не беспокоит? Что Пороша? Пороша блатной. А блатные иногда домой не возвращаются. Такое бывает. Твой брат, кажется, мне… Мой брат нам дал хорошую наводку. Что за наводка? Много золота. Завтра его брать будем. У меня плохие предчувствия. Еще раз. Пошлешь кого-то за моим братом следить, и я об этом знать не буду. Ну, и как он он? Не понял. Ну, я про братильника этого, Гориловского. Жизнь покажет, кто есть кто. Как бы поздно не было. Ты это о чем? Не понравился он мне. Вот я говорю об этом прямо. А вы все боитесь. Ты куда грузовик с медикаментами дел? Амбра? Я ведь все знаю. Я хотел тебе прийти и все рассказать, но повод искал подходящий. Сейчас самое то. Девчонка соседская, которую я удочерить хочу, она слегла в больницу с эпидемией. Мерла бы она без антибиотиков, но и пришлось действовать быстро. Как-то сложно все, брат. Девчонка какая-то. А, Юнотушка? А что я архаровцам своим скажу? Они за эти таблетки жизни клали. На куш надеялись. Я отработаю верно деньги. Ладно, соберемся. О, я так и знал, что они к моему бухгалтеру зарулит. Валет, закройся. Уголовный розыск. Ага. Здравствуйте. Товарищи, товарищи. Что происходит? Мы живем мирно, законы не нарушаем. Вы ничего не перепутали? Дом 5, квартира 37, Анинский ЭБ. Да. Не моручите нам голову. Не, 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 не. Остановление совета министров РСФСР. РСФСР? Излишки золота. Да вы что шутите? Да какие излишки золота? Где мы их, мы их даже… Мы их не видели никогда. Излишки золота. И при чем тут мы? Товарищ бухгалтер. Страна голодует. Народу нужна помощь. Сдают все, кто мая. Кто мая, а кто не мая, а у кого нет. Подожди. А ты откуда знаешь про медикаменты? Пороший сказал. И нет больше того, Пороший. А ведь он мне как брат был. Игнатушка, Христа ради, не кинь мне подлянку. Я ведь не посмотрю, что родной на раз-два-три брюхо взбарю. Смекаешь? Хочете сказати, шо це все ще є. Как перед Богом, товарищ. Все. Знаешь, присказку? Коли Хохол народився, еврей заплакал. Клянусь маме, больше ничего нету. У мене є наказ. Сопротивляючихся расстрілювати на місці. Я все-таки, я уверен, нужно было подождать и брать все золото разом. Один раз уже разом взяли. В поезде. Половина полегло. Не обижайся, брат. Твой план вилами на воде писан. А здесь конкретная выгода. На, забирайте. Да тут на целый килограмм. Расписка. Все у вас вже забрали. Як все пройдуть знову, покажіть. Темный этот фраер. Подставито у нас всіх. Хорош базарить. Че ты, как баба? Жизнь покажет, шо за человек. Так. Я достала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ох, не к добру это. Звали? Нет. Погоди-ка. Долго и что-то нет сегодня. Ну, так рано же еще. Да вы не волнуйтесь, Ольга Вадимовна. Вернутся они. Еще не родились с тем мусора, чтобы Горелого взяли. Ну, дай-то Бог, дай-то Бог. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА